привет youtube с вами Ваня мы продолжаем играть в майнкрафт 1.7.10 fit the beast сборка direwolf 20 так в прошлой серии мы установили карьер и запитывал я его вот этим вот генератором собственно теперь он тут у меня стоит как памятник моей глупости так скажем дело в том что вот эти генераторы из мода extra utilities они производят 40 rf за тик в то время как магматик динамо из термоэкспеншн 1 производит 80 то есть 8 вот этих вот генераторов которые вот здесь вот сконцентрированы производит грубо говоря в два раза меньше чем те же самые 8 магматик динамо и кстати лаву он тоже жрет довольно таки шустро в общем его не хватало для питания карьера поэтому поэтому вот то здесь 10 этих динам то есть в принципе у меня ресурсов есть намного больше но я решил сделать 10 потому что и хватает для питания вот этого карьера как видите буфер полный плюс вот этот батарейка замечательная из мода эндрайо во первых она делается довольно таки не так геморройно как ячейки из термоэкспеншн ну как вы видите здесь у меня уже есть магма крусибл флюид транспозер естественно я уже сделал одну такую ячейку но так в общем она мне не подошла почему она не подошла потому что есть вот такая вот штука классная power монитор как он работает насколько я понимаю ему вот даже не нужно быть находиться рядом с энергоячейкой то есть он мониторит все потребители и накопители энергии соединенные вот этим энергокабелем то есть вот сейчас вот здесь вот у нас 5000 редстоун флагса емкость но тем не менее мы видим вот эти вот машин бафферс то есть вот этот вот буфер мы видим которая расположена от него через блок то есть его он скорее всего видят вот через этот энергокабель и самое главное то чего блин не хватало наверное самых первых версий индустриал крафта то есть в этом power мониторе есть триггер шмита то есть он может мы можем настроить чтобы он выдавал родством сигнал например при 50 процентов ну здесь мы можем любое число убить в данном случае в белл 50 процентов и выключить его когда заряд батареи достигнут 90 процентов и почему-то вот этот вот термоэкспеншеновскую ячейку ну как-то странно вроде бы ее и видел но почему-то вот этот триггер шмита он работал неправильно поэтому собственно и пришлось сделать вот этот вот эндер айовский накопитель с ним она работает замечательно дальше ну я уже говорил что вот эти трубы они довольно таки крутые то есть как вы видите где сейчас проходит две трубы на самом деле здесь можно все вида труб все четыре redstone который проводит redstone сигнал энерго трубы в принципе можно и жидкостную трубу тут же пустить и еще айтем трубу как видите все они расположены на блоке то есть весь смысл этой системы что вот этот power монитор следит за зарядом как только заряд достигает 50 процентов падает ниже 50 он подает redstone сигналы включает вот эти двигатели то есть redstone труба вот она идет 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 и проходит вот здесь по центру и влияет на все двигатели то есть каждый двигатель настроен включаться только при высоком redstone сигнале вот эти двигатели все вместе производят чуть чуть больше энергии чем нужно этому карьеру поэтому энергия начинает копиться и как только суммарный заряд достигает 90 процентов вот согласно этой настройке вот эта штука выключает redstone сигнал и двигатели выключаются то есть в принципе как бы большого смысла в этой системе нет я просто хотел бы отладить это дело да все работает все классно и вот честно скажу вот этого блока мне не хватало уже знаю года два или три или четыре сколько уж я играю в майнкрафт даже не помню так дальше то есть над карьерным добывает все кроме земли кабл стон гравий марбл то есть здесь стоят бочки накопители как только они переполняются все лишний идет сюда здесь у нас вставлен самый простейший айтем фильтр который всего вот раз два пять пять айтемов в него можно вставлять ну в данном случае этого достаточно то есть на всякий случай здесь земля но насколько я знаю карьер не должен добывать землю потому что то что он добывает он заменяет блоками земли землю он трогать просто не должен соответственно все что нам не нужно ну еще было пара свободных мест я тут из таункрафта какие-то кристаллы засунул чтобы они уничтожались но дальше все идет полезное распихивается по бочкам как почти стандартная система сортировки начального уровня так ну и собственно все чему не нашлось место в бочках сваливает сюда ну естественно здесь я уже кое-что забрал в частности вот charged certus кварц как вы видите вот этот вот весь заряженный кристаллов кварца какие у меня есть которые добыли вот эти вот черепашки за сколько тут раз два три по-моему за три захода да вот этот весь все что добылось так ну и собственно планы мне немножко поменялись так как почти все новые моды стали довольно таки задротскими я решил все-таки начать с applied energistics чтобы автоматизировать все крафты и больше не тратить кучу времени за верстаком так вот очень мало у меня вот этого кварца я прям может быть боюсь что мне его не хватит так здесь я уже заранее перетер обычного кварца так давайте приступим значит первое что нам нужно нам нужны вот эти вот флюкс кристалла делаются они так нам нужен заряженный цертус кварц мазар кварц и редстоун так значит раз два три 4 5 6 7 8 9 10 1 12 14 нет еще один так лишнего но ничего страшно так чтобы нам сделать флюкс кристалла нам нужно бросить их вот эти все три компонента бросить в воду так давайте попробуем так ну пошел какой-то процесс ух ты отлично ну а их же два получается то есть из трех этих компонентов их получается два кстати вот этот чувак я у него купил сколько смог эмеральдов так ладно то есть кристалл у нас есть дальше что мы будем делать нам нужен какой-нибудь кабель какой-нибудь кабель какой-нибудь кабель делается опять же из этих кристаллов из кварцевого так принципе он делается просто стекло у нас есть так стоп давайте сделаем 4 потому что кабель и скорее всего нам понадобится много кстати возможно пока нам пока мы обойдемся только этими кабелями насколько я знаю они могут проводить энергию но не могут проводить передавать данные так дальше нам нужна энергия где-то здесь есть эта штука она называется энергию но называется энергию акцептор вот он так железо и вот такой кварцевое стекло стекло у меня кончается так давайте пока сделаем еще 300 к стекла так по моему мы готовы уже сделать это зарядник то есть не зарядника приемник энергии так и железо по краям готова так теперь нам нужен ускоритель кристаллизации ну на самом деле он конечно называется ускоритель роста кристаллов если так дословно перевести но по смыслу можно назвать его так вот он у не нам понадобится такой кабель интересно вот эти вот чистые кристаллы их на самом деле получается намного сложнее на начальном этапе так ну давайте вроде как кристалл у нас есть я надеюсь что нам их хватит кстати возможно имеет смысл сделать вот этот зарядник с помощью него мы сможем получать заря заряженные кристаллы я прям сейчас даже в раздумьях давайте прикинем так что нам еще нужно значит вот этот блок нам нужен еще кабель так 4 кабеля на каждый из этих нужно по два кабеля нам нужно потратить на 4 кабеля нам нужно потратить на 4 кристалла на сколько я понимаю так 8 кабеля отлично так так кварцевое стекло это просто да стекла тут у нас нет все просто он хватит ли нам 4 стекла скорее всего нет наверно еще раз придется сделать еще штучки 4 так и насколько я понимаю мы готовы да мне не хватило железа ну кстати железо я уже наплавил так что с этим проблем быть не должно вон и далее целый стек больше я не буду плакать что у меня нет железа ну какое то время я думаю такими темпами я освою любое количество железа так отлично 4 так значит у нас есть кабель у нас есть приемник энергии у нас есть четыре ускорителя у нас даже осталось немножко флюкс кристаллов так ну их мы тратить пока не будем блин так нам нужен еще один андертанк кстати а блин за кадром я маленько попутешествовал вот видите сколько сундуков то есть вот этот сундук я сделал сам а вот эти все сундуки я выкопал из метеоритов то есть вот столько метеоритов я нашел там где то есть компас расскажу сейчас про него то есть я обратил внимание что вот этих вот прессов четыре штуки в принципе они все нужны для этого мода то есть один пресс который мы добыли он позволяет делать только какой то один тип детали а для каждого процессора нужно две детали то есть вот это вот для силиконовой подложки и вот это вот для разных типов процессоров вот собственно поэтому я отправился ковырять метеорит ну выкопал я на самом деле всего несколько метеоритов то есть вот этот скайстол там в дальнейшем тоже для чего то понадобится вот эти эмеральды я не знаю откуда они у меня взялись то есть я параллельно посещал деревни и в деревнях они валялись на земле я уж не знаю откуда возможно какие то мобы из каких то новых модов модов при смерти выбрасывают эти эмеральды но тем не менее вот с таким количеством эмеральдов я вернулся четыре семечка эндер лилии тут всякое железо четыре слитка тауниума три иридиума и так далее так здесь где то тут у меня еще должно что то быть странно куда же я это делал то в общем еще я сходил в ад накопал кучу glowstone кучу у нас кварца немножко добыл эндерперлов а во вот они было изроды добыл кучу было изродов даже одну он некротик кость добыл можно даже где то где то у меня есть сердечко в принципе мы уже даже можем наверное сделать одну канистру увеличить наш сердечко но меня на самом деле это не очень интересует что меня сейчас интересует так это сделать еще один андертанк блин к сожалению я не помню как он делается поэтому придется подсмотреть так обсидиан по углам блэзроды сверху шерсть тут обсидиан здесь а кстати вот этих тоже наколупал в деревнях и во всяких домушках которые встречались так обсидиан где же у меня обсидиан там нежели я весь потратил а кстати да я же весь потратил так давайте быстренько поспим ну к счастью карьер у меня видимо наткнулся на естественные залежи обсидиана и немножко обсидиана у меня добыл прям самую малость обычный карьер в этом плане конечно эффективнее то есть он расковыривает да не так уж и много всего 38 то есть он расковыривает землю обнажает лаву и обычно источники воды и образуется куча обсидиана и с обсидианом проблем нет а здесь нам для обсидиана придется что-то делать однозначно так ну я так чувствую что эндер первого нужно да так вот теперь проблему что-то мне помнится что в качестве красной краски можно использовать редстоун нельзя в общем я жму на паузу и отправляюсь искать красные цветы так вот в этом лесочке на удивление практически рядом с моей базой я нашел залежи муси стауна и и нужно иметь цветы заодно я еще решил набрать желтых цветов раз что они тут есть так а вот еще красные цветы есть отлично то есть нам краска все равно еще какая-нибудь понадобится по любому ух ты ух ты ух ты а давайте их всех убьем так наверняка с них падает куча вкусного хе 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 а как раз недавно дайр вольф Немного ныл По поводу того что Летать Слишком читерно Ну да В принципе да Читерно В такие моменты я вспоминаю Момент из фильма Семь дней Семь ночей Где там Ну я их убиваю Но что то с них ничего интересного не падает В общем там Этот чувак Шел сзади эта девица Уж не помню как там их звали Они потерпели кораблекруш Авиакатастрофу На необитаемом острове Ну как бы поначалу у них были Такие напряженные отношения Ну так получилось что женщина шла первая А за ней шел этот пилот Ну она так что то Вдруг подумала что он пялится на нее Говорит типа иди вперед Говорит типа иди вперед А я не хочу чтобы ты пялился на мою задницу Ну вот он ей сказал Когда вы приходите в магазин и говорите Дайте мне вот эту штуку Чтобы мужики на меня не пялились Зачем он добавлял этот мод Морф Как бы основная фишка этого Мода в том Как раз Чтобы давать Различные обилки Так слушайте Они тут что то спаунятся И спаунятся Я даже не знаю Может вот этих вот чуваков надо убить Ой 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 Слушай что то мне как то домой захотелось Ладно давайте Не будем отвлекаться Я чувствую что эта серия будет длинная Так что Крепитесь Так но Ну полностью конечно имея сеть Мы сейчас не построим Сейчас мы будем Так стоп Почему я метки не вижу А вон они Сейчас мы будем Готовить инфраструктуру Для Нашей будущей ME сети Кстати вот здесь я уже построил Такую вот домушку Ну архитектор из меня Никакой Я попытался сделать что нибудь красивое Ну верх конечно тут не закончен Я еще не придумал что у меня будет дальше Ну и подвал Здесь у нас будут Всякие Генераторы И так далее Так На чем мы остановились Так Давайте Шлем Броня Мне кажется Здесь не очень хорошая 240 240 Вообще Ну даже не знаю Мне кажется Так Куда надо Сложить то это все Войд Сид Интересно Возможно Имело Смысл Все таки Уже сделать Массератор Ну ладно Отлично У нас есть еще Одна лава Так У нас вот там куча сундуков Есть Давайте туда сложим Всякий ненужный хлам Так Остальное нам нужно Пока Так Пойдемте Переночуем И я думаю Мы вполне готовы Приступить К производству Кристаллов Так Мне нужно ведро Еще Вспомнить Куда я его дел Так Серебро Даже улова Нет что ли Блин У меня была Куча ведер Неужели я их Все потратил На рецепт Так Забираем Лаву Забираем Генератор Так И давайте Будем этим заниматься В нашем новом здании Так Ведро воды Так Кабель Да Похоже Что-то Как-то Странно Это Выглядит Ай Устроил Потоп Еще Окно Выбил Да Видимо Все-таки Придется Сделать Проводящий Кабель Хорошо Что Из двух Кристаллов Делается Четыре Кабеля Я думаю Мы себе Можем Это Позволить 8 Кабелей Нам Должно Хватить Нам Еще Надо Будет Потихоньку Перенести Все Машины В Это Здание Так Давайте Так Попробуем Сделать Так Здесь Мы Ставим Приемник Энергии На Него Ставим Эту Штуку А Сверху Ставим А Там Была Какая-то Энергия Уже Ну Ладно Так Так В принципе Все Работает Теперь Нам Нужно Мы Теперь Можем Выращивать Вот Такие Вот Чистые Флюкс Кристаллы Так Для Этого Нам Нужен Флюкс Сид Сделанный Из Флюкс Даст И Песка То Есть А Флюкс Даст Мы Можем Получить Только Вот Из Этих Кристаллов То Нам Их Нужно Измельчить Я так Чувствую Нам Всегда Нужно Так Отлично Было Очень Неприятно Если бы Эта Машина Не Подошла Так Насколько Я знаю Мы Можем Вот Еще Ага Давайте Сделаем Из Всего Вот Эти Вот Семечки Так Собственно Нам Еще Надо Песка В любом Случа Так Флюкс У нас Три Я надеюсь Тоже Естественно Когда мы Получим Эти Чистые Кристаллы Мы Их Тоже Измельчим И Сможем Их Размножить Таким Образом Видимо Именно Такая Механика Подразумевается Этим Модом Итак Так Во-первых Надо Выключить Магнит Давайте Закинем Все Что У нас Есть Да Магнит Так Так Хочется Сказать Тому Кто Это Придумал Надо Гвоздь В голову Забить Ну В целом Конечно Все Это Круто В общем То есть Даже В таком Виде Не обязательно Вот это Все Констролябию Делать Но Но Насколько я знаю К сожалению Точного времени Я не знаю Но знаю Одно Что Кристалл Будут Расти Очень Долго Очень Долго А Вот Эти Вот Штуки Они Позволяют Существенно Ускорить Процесс Так Собственно Что Давайте Судя По Всему Этого Количества Энергии Вполне Достаточно Для Работ Этих Машин Что Собственно Радует Так И Еще Говорят Что Вот Эти Вот Семена То есть Можно Не Опасаться Они Не Задиспаунятся Единственное Что Я Не Знаю То Что Из них Получится Задиспауниться Или Нет Тут Кстати Может Быть Подстава То есть Возможно Семена И Не Диспаунятся А Вот Когда Вырастут Нужные Нам Кристаллы Вот Они Собственно Могут Задиспауниться Давайте Заберем Все Что У нас Тут Есть Посмотрим Вот Видите Уже Он Написан Засытым Не Задиспауниться Ну Процесс Видите Уже 40% И Практически Всего То В общем То Вот Такое Количество Ускорителей Я Считаю Вполне Достаточно Тем Тем Более Что Делать Можно Сразу Кучу Другая Тут Можно Несколько Стэков Этих Семян Накидать Сразу Ну Наверное Этим И займусь Между Сериями Наготовлю Кучу Вот Этих Кристаллов Чтобы Они У нас Были Про Запас Так Ладно Давайте Жму На Паузу И Вернемся Когда Кристаллы Закончит Рост Так Отлично То есть Вот Эти Вот Кристаллы В некоторых Рецептах Просто Необходимы Будут Есть Такая Проблемка То есть Вот Эти Вот Акселераторы Они Потребляют Энергию Всегда То есть Конечно По хорошему Надо Немножко Другую Систему Насколько Я знаю Вот Этим Вот Нельзя Управлять Рост Сигналом По хорошему Здесь Сейчас У нас Пропадет Вся Эта Энергия Пока Мы Бегаем Так Ну Собственно Вот Мы Удвоили Наши Кристаллы Снова Отправляем Их Опачки А из них Флюкс Даст Нельзя Получить Судя По всему Да Все не так Гладко Как я думал Так Значит Нам все таки Придется Сделать Кристалл Зарядник Благо Делается Он Хотя Нет Давайте Все таки Попробуем Из обычных Так Вдруг я Протупил И вот эти Флюкс Кристаллы Можно делать Из обычных Кристаллов Это Было бы Намного Лучше Но Тогда Будет Очень Обидно Что Я Просрал Все Свои Чаржи От Кристалла Тогда Точно Не Придется Делать Кристалл Зарядник И Заряжать Вручную Так Что Вам Так Обычный Назар Кварц И Радстоун Нет Нельзя Ну Что Значит Кристалл Зарядник Вот Кстати Не Не только Кристалл Зарядник То есть Он позволяет Заряжать И Разные Айтемы Ну Например Беспроводную Точку Доступа Так Поставим Зарядник Вот сюда Так Чтобы Зарядить Нам Нужно Кстати Видите Он Начал Светиться Еще Так Довольно Быстро Заряжается Интересно Это Можно Как-то Автоматизировать Так Ладно В общем Сегодня Наверное Это Все Я Займусь Зарядкой Вот Этих Кристаллов И Изготовлением Насколько Сил Хватит Вот Этих Чистых Кристаллов Чтобы У нас Был Запас Ну А в Следующей Серии Мы Займемся Производством Процессоров Для Этой Сети Всем Спасибо За Просмотр Подписывайтесь Комментируйте Ставьте Лайки Увидимся В следующей Серии Продолжение следует